Экономические, социальные вопросы и приоритетные направления в развитии региона. Эти темы стали главными на очередной встрече главы Тувы Шалбана Караула с представителями СМИ. В здании правительства региона прошло заседание клуба главных редакторов. В начале беседы Шалбан Караул рассказал об итогах его встречи с президентом Монголии в рамках Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке. В частности, говорили об энергетическом коридоре. По словам главы Тувы прохождение линии электропередачи в Монголии через Туву многое даст региону, а именно устойчивую сеть энергоснабжения и снижение цен на электричество. Если каждый по своим курениям начнет строить гидроэлектростанции или атомные электростанции и так далее, когда буквально под носом есть мирового масштаба, там, Сайна-Шурская ГЭС, на мой взгляд, это неразумно. И в этом отношении наша инициатива вместе с федеральной сетевой компанией, она совершенно такая вытекающая из человеческой логики. И в этом отношении то, что предлагается мощности Сайна-Шурского ГЭС направить Западную Монголию, закольцевать эту линию с китайской электросетевой хозяйством и обеспечить определенное такое вот индустриальное развитие Западной Монголии, на мой взгляд, поэтому только выигрыш есть. Еще одной важной темой стали дорожные проекты. По словам Шалбана Караула, основные шаги в этом направлении уже сделаны. Подписан ряд важных соглашений, в том числе и по созданию трансграничного коридора для развития торгово-экономических связей между Монголией, Россией и Китаем. Реалистичным стал и проект строительства железной дороги Курагина-Кызыл. По словам главы ТУВ, планируется, что РЖД, как госструктура, возьмется за реализацию этого проекта, затем будет привлекать частный капитал. Частный интерес является движителем прогресса. Поэтому в этом отношении совершенно естественно, что главными заинтересованными лицами должны быть частные компании России, Китая, Монголия. И вот эту тему поиска частных инвесторов нужно развивать, содействовать тому, чтобы больше появлялись инвестиций, в особенности частные инвестиции. Но я почему-то уверен в том, что строительство инфраструктуры, прежде всего, это государственная задача. Поэтому чем больше будет вовлечено в это дело государственных структур, в особенности готовность сейчас проявляет РЖД, что он будет оператором строительства, а потом уже в последующем возврат к государственным деньгам будет уже через частные заинтересованные инвестиции, те же компании, которые будут пользоваться этой железной дорогой. Мне кажется, это более живая схема. На встрече также затронули вопросы привлечения туристов в регион. Реализацию образовательных программ обсудили приоритетное направление в развитии Тувы. И в заключение глава региона добавил, что лишь благодаря взаимодействию власти, СМИ и общества возможно сделать наш регион процветающим и конкурентоспособным. Курсы валюты сегодня таковы. Доллар вырос на 17 копеек, и сегодня американская валюта стоит 57 рублей 17 копеек. А европейская валюта, напротив, подешевела. Правда, всего на 4 копейки. На сегодняшний день евро стоит 68 рублей 65 копеек.